И всем привет! Возвращаемся в The Rail Expedition. А сегодня у нас квестик будем наконец-то выполнять. Так, литейный отбой, переезд. Нужно освободить базера. Мы в прошлых сериях подготовились, скажем так, к этому квесту. То есть безликим помогли. Но и в этом квесте нам это зачтется. А еще раньше мы выполняли квест, чтобы вот эту вот антенну установить. В общем, нам сейчас позволит, вернее уже позволило, чтобы все эти механические там роботы и прочие охранные всякие штуки перестали работать. Ну вот, как мы видим, вазменный страж не работает. Там вкусненький трупик лежит, но мы его подбирать не будем. Здесь стоит охранник. Так что нам нужно по заданию зайти в это здание, чтобы базера освободить. Там стоит охранник, поэтому мы не пройдем. Пойдем другим, входным путем. Ну вот тут камикадзе-бот, плазменный страж. Все это стоит и не шевелится. Единственное, что надо бы посмотреть, возможно, где-то лут есть. И его бы не проще собрать. Главное, чтобы не было людишек. Поставить надо нам, где наши очки замечательные, которые мы выловили, чтобы что-то ловушки заметить. Ну и лутаем столы. Смотрим, тут хакерство. Ну, не проблема. 30. Опять камикадзе-бот, электрощиток. Это все нас не интересует. А здесь нигде уже больше лута, по идее, нету. По-моему, здесь ловушка была, но я не уверен. А, вон они там стоят. А, вот, фугасная мина. Ну, вроде как все, да? О, куча мусора. А это такси мы всегда любим. Правда, на этот раз пустая. Здесь фугасная. Мы ее видим. Сюда нам нужно пройти. Шкафчик пустой. Потому что я здесь уже был. Здесь я тоже уже был. В общем, тут изначально... Как эти... Забыл, каких их зовут. Тоже опять можно залутать все это дело. На этой локации, по-моему, один был воин у меня. Остальные обычные, но и, конечно, мелкие. Был плятся. Значит, если проломать был бы отбойный молоток, либо динамит, можно было вот здесь пробить проход, пройти туда. И тогда в следующем кармане уже, в следующей локации, нам не придется сражаться тут еще больше этих всех гадов, плюющихся ядом. Среди них два воина уже. И куча-куча обычных. Так что сюда лучше брать отбойный молоток тот же, либо взрывчатку. Дабы не тратить времени. Но мы то легких путей не ищем. Тем более опыт всегда дело нужное. И вот сюда мы пробираемся по лестнице. Попадаем в это здание, где нам нужно сборить базар. Шкафчики. Давайте проходим дальше. Здесь компьютерная стойка, а там дальше есть охранник. Ну вот ясно, сейчас он заметил, а надо загружаться, я не хочу с ними драться. Подождем, покуда он пройдет. Если он сейчас шел, значит, где-то тут идет, идет. Должен назад пойти. Режим скрытности включим, правда нам это не очень поможет, так как скрытность у нас не очень прокачена. Вот сейчас прошли без проблем. Отлично. Все, это отрубаем. Ну и мы заходим на втором этаже. Базара держит. Держит его безлики. Мы с ним будем сразу разговаривать, не будем его убивать, не будем от него убегать, еще что-то делать. А вы чувствуете, как его мысленный взор падает на вас. На мгновение кажется, будто он собирается напасть, но любопытство останавливает его. А вы слышите голос, который остается эхом... Поддается эхом в затылке. Слова звучат знакомо, но вы не можете их разобрать, как будто он говорит на языке, который вы когда-то знали, но забыли. Ух ты. А голос становится громче, и постепенно слова обретают смысл. Подчинись. Позволите ему продолжить свою экскурсию в ваш разум. Подчинись допросу. Продолжим. Подчинись допросу, или мы будем вынуждены биться. Теперь голос говорит свободно. Что бы вы хотели знать? А все. Я буду смотреть твои мысли, извлекать ответы на мои вопросы. Процесс бесполезненный, и не навредит тебе. И после этого мы уйдем. Давайте позволим ему покопаться в своих мозгах. Металлическая рубка хватает вас за лоб, и ваши мысли начинают кружиться в мозгу, как будто кто-то поставил ваш разум на быструю перемотку. Только мысли движутся не в логической последовательности, а вместо этого ваш мозг прыгает от одной к другой, казалось бы, случайным образом. Они сменяются так быстро, что едва можно различить, о чем они. Управление разумом. Благодаря вашему обучению, вам удается немного собраться, и безлики, видимо, ворошить ваши воспоминания в поисках предмета, имеющие для него большое значение. Но вам не удается понять, что это такое. Вы чувствуете великую необходимость его поиска. По мере того, как он продолжает искать, вы позволяете его мыслям проникать в вашу голову. Вы узнаете, что его отряд является лишь одним из многих, которые были разосланы по всей южной подземке в поисках этого предмета. Ну вот про что мы и говорили. То есть они ищут предмет, они искали его в коре, они ищут его на переезде. То есть были высланы множество отрядов в поисках этого предмета загадочного, в котором мы уже поучаствовали, скажем так, немного помогли безликим, сказали, что в коре его нету. Вернее, не в коре, а на литейной. И вот сейчас нам это все защитется. Через некоторое время это прекращается, и методическая рука отпускает вас. На мгновение вы стоите в замешательстве, но быстро приходите в себя. Благодарю тебя за сотрудничество, а теперь мы уйдем, но прежде чем мы уйдем, я боюсь, мы должны покончить с нашим невольным хозяином. Мы знаем, что ты говорил с нами прежде, но это не меняет того факта, что этот человек должен умереть. Слушай, хотя я говорил вам, ребята, где искать эту штуку, вы все еще не нашли ее, иначе вы бы сейчас не торчали тут. Этот человек может еще пригодиться вашему расследованию. Это правда, хотя оставлять его в живых рискованно, мы пойдем на этот риск. Если кажется, что это было неверное решение, мы вернемся, чтобы исправить его. И пунктуальные безликие. Вот и все, мы без кровопролития с любой из сторон. Почти прошли этот квест. Ну как, прошли, сейчас с базером поговорим, и все. Что бы меня? Спасибо, что вытащил меня из этой заварушки, приятель. Если тебе что-то нужно, я к вашим услугам. Я не могу дать вам мою первоклассное оборудование бесплатно, но можете взять все остальное, что найдете в магазине. Не стесняйтесь, мой дом, ваш дом. Отлично, залутаем сейчас. Что хотел безликий от вас? Они не сказали, они вломились в магазин, избили меня и бросили в эту клетку. Время от времени тот мозгокрут зачем-то ощупал мою разум. Сначала я пытался сопротивляться, но после пары сеансов я чувствовал себя таким слабым и уставшим, что вынужден был сдаться. Думаю, он вытащил то, что ему было нужно, потому что он оставил меня в покое. Как я уже говорил, они не сказали, чего хотят, но я могу предположить. И как вы думаете, ну недавно этот парень Хорнел приходил в магазин со своей маленькой бандой. Парень и женщина. Они мусорщики, бандиты, знаете. Обычные подонки нижней подземки. В общем, он сказал мне, что откопал что-то стоящее и достает такую, типа, бронированную коробку, а не открывает ее, а внутри самое странное устройство, которое я когда-либо видел. Он выглядел как перекошенный двадцатисторонний кубик Рубика или что-то это такое. На каждой стороне были символы, вроде как на электронной аппаратуре, но я не знаю, что они означали. Было также несколько разъемов, может быть, для питания и какие-то выходы. Но опять же, не похоже ни на что, что я видел раньше. К этому моменту я был заинтригован, я попытался заключить сделку с ним, но он просил намного, гораздо больше, чем я готов был заплатить. Когда он ушел, забрав перебор и контейнер с собой. На следующий день приходит безликий и стучатся ко мне в дверь. Как вы думаете, он украл это устройство безликих? Я бы поставил на это деньги. Ну и как вам удалось его выследить? Я вот сейчас задам вопрос, на который можно дать точно такой же ответ. Почему этот куб внесли в металлической коробке? Твою мать, потому что в него встроено устройство слежения. Именно. На это поднимает другой вопрос, какого оружия он позволил мне вынуть его из контейнера. Ответ должен заключаться в том, что он не знает, с чем иметь дело. Он положил его обратно в контейнер, когда уходил. Но я уверен, где бы он не открыл, в следующий раз там сразу же объявится безликий. Знаете, куда направился Корнел? Он не сказал, но точно знаю, что у него и его маленькой банды есть своя база, где-то в Хорс Сити. Как же они себя называют? Кислотные охотники, да. А что... Опа, он думает, что это сингулярная бомба. Шучу, я понятия не имею. Ясно, шутка удалась. Я и в реале подумал, что это сингулярная бомба. Что ты нам можешь предложить? Надо нам, наверное, уже щиток свой как-то менять. Он такой себе, по характеристикам, не самый лучший. Купать, конечно же, я его не буду, у него. Что-то интересно, у него цены, наверное, по идее должно быть ниже, чем у остальных. Или нет? Те батарейки, я не уверен, по-моему, их я и по 250 купал. Но это не точно. Это мы потом как-нибудь проверим, если я не забуду, конечно же. Высокочастотный, среднечастотный модулятор щита. Качество 49. Наверное, нас стоит пока поискать получше что-то. Как у нас электроника уже повыше. Ядра тут, ну, ядра неплохие. У нас есть ядро 97, правда, для этого надо электронику 77 качнуть. Что-то у него еще интересного. Еще один среднечастотный. О, вот этот кто-то уже посолиднее. Качество 78. Электроника 62. Может создать? Правда, нам еще понадобится кроме этого. Но ядру понятно. Ядру это понятно. Еще какие-то дополнительные, наверное, там надо. Сейчас посмотрим. Да не хотелось бы сейчас сделать это все. Лучше, наверное, базе сделаем. А где тут наш щит? Как он называется уже? Уже много крафта мы изучили. Вот, энергетический щит. Значит, надо основу. Основа есть. Основной модулятор тоже есть. Энергоэдор тоже здесь можно купить. Дополнительный модулятор можно поставить и улучшение. У нас что-то было на базе, так что я, наверное, пока покупать не буду. лучше сейчас зачистим все, что тут есть. Батареечки забираем. Корпус для мины. Правда, их пока еще не можем размещать. Не знаю, буду качать, не буду дальше мины. О, регенеративный жилет. Это неплохо, при томе качество, скажем так, самое лучшее, да. Но, тем не менее, мы можем его собрать. у нас уже перегруз. Сейчас надо что-то продать. Я не знаю, что нам будет покупать. У него только электроника. Что же ты можешь купить? Флешку. Ну, флешка ничего не весит. не дру мы это, конечно же, продавать не будем. Монарик тоже ничего не весит. Продавать нам нечего. Можно скинуть куда-нибудь, не знаю, есть мусорка? Или бочка? Вот бочка. Мы любим бочки скидывать все это дело. Значит, что сюда скинем? вот эти панцири очень-очень тяжелые. Их, наверное, и будем скидывать. капканы тоже можно. Бронь это, которая ничего почти не стоит. Все, скинули. Сейчас пойдем дальше посмотрим, что здесь у нас есть. Пусто. Ящик. А в ящике электромагнитный отражатель, щиток и арбалетный запал. Вот такое себе, что у нас здесь есть. стеллаж есть. Эмигранаты, но уже неплохо. Патроны, патроны, патроны. Когда-то я бы очень радовался патронам в другом прохождении. А вот это, это очень приятно. Качество 98. Правда, электронику надо поднимать будет. Но мы в любом случае собирались поднимать. Нейроскопический фильтр криогенетической сферы. мощность криогенетической сферы. У меня ведь нету криогенетической сферы. Ветер-шоковый генератор, качество 108. Ничего себе тут качество 91. Отлично, отлично мы сюда зашли. что тут еще не облухана компьютерная стойка. высокочастотный правда. Лучше бы среднечастотный попался, я хочу среднечастотный щит сделать. Но пока нету письменный стол. Этическое волокно. Ну и как бы вроде все. Еще вентиляцию правда можно полазить, но наверное смысла там нету. к вентиляции лазить. Значит сейчас возвращаемся тогда обратно на базу. Ну не на базу в смысле а переезд. А стоп если они ушли то получается мы можем тут все здание залутать. Они должны были все уйти. Надеюсь. Вот плазменный стараж пока еще стоит. никуда не делся. Значит тут вентиляция. Смотрим компьютерная стойка что есть. Очень много. Пока только что гильзы не попадаются. Ну вот хотя бы что-то нашли. Стабилизатор электромагнитного поля пойдет. а вот еще комната есть. Посмотрим что там. Ящик. Ящик это хорошо. Может что-то там и вкусненький попадется. Весьма неплохо. 120 монет. батарейки два лазерных пистолета. Сюда тоже заглянем. Лазерный страж даже здесь отдыхает. мусор. Еще одна компьютерная стойка. Тут у нас рама для пистолета энергетического. Все свободно выходим. Крупники мы эти сейчас залутаем конечно. Надо только не забыть что мы оставили лут. Я уже чуть не забыл то что мы лутом много оставили в литейке. Не перетянул пока еще. Потом под запись перетянул. Здесь больше нам делать нечего. Единственное что я здесь пока не бродил не ходил. А что где-то проходы есть какие-то нету и проходов не мин. Тут ничего такого нету. Возвращаемся сдаем квест идем к шефу в офис капитан эрви где твой корабль капитан я избавился от безликих да я видел как они отступают и не знаю как вы это сделали но вы молодец вы оказали нам большую слугу и мы этого не забудем надеюсь сколько вы спасли базера вот ваша премия 100 хоронов ну такое такое хотя бы косарь что и подкинули приятно иметь с вами дело взаимно хотя безликих больше нет но вы выглядите обеспокоенными есть ли другие проблемы да огромное облегчение поверьте мне но слишком много проблем обрушилась на переезд последнее время так что у меня нет причин прыгать от радости мы просто меняем одно несчастье на другое я могу чем-то помочь вы знаете что можете мне доверять дело не в доверии просто дайте объясню последнее время у нас участились проблемы с нападением на переезд в основном это бандиты но когда к ним добавились проклятые безлики это уже просто слишком так или иначе даже без учета последних событий атаки становятся все более более яростными нам становится все сложнее отражать их поэтому некоторое время назад я заключил сделку с протекторатом согласно которой они должны были осуществить для нас военные поставки слушайте я не знаю как вы относитесь к протекторату то что я сделал я сделал из необходимости переезд маленькой станции и мы должны защитить себя для этого нам нужно оружие патроны медикаменты довольно много всего и этих вещей нельзя просто пойти набрать как грибов расскажите подробнее про переезд они ведь не просто так дали вам все это не так ли нет ничего бесплатного в этом мире мы заключили сделку скажем так мне только сказали что поезд загруженный припасами должен был приехать несколько дней назад как я уже говорил насколько я знаю поезд должен был отправиться с форпоста южной железной дороги который является небольшой базой протектората в юг отсюда как я сказал поезд не прибыл я не слышал ни слова протектората обо всей этой ситуации я не знаю что происходит может быть он никогда не выезжал может что-то случилось по пути по пути я не знаю поможем чему бы и нет отлично вы будете вознаграждены за помощь обещаю только узнайте что случилось с поездом лучший способ добраться до форпоста по рельсам на юг тем же путем должен должен был идти поезд чтобы попасть сюда возвращайтесь ко мне если узнаете что-нибудь важное пожалуйста поспешите на кону жизни людей окей окей получили косарь 500 опыта еще перед этим еще 5000 получили что же неплохо почти уровень что у нас типа квестом сейчас переезд пользу должен был отправиться с форпоста южной железной дороги может продать пистолеты сейчас сходить чтобы их не тягать ну-ка хочешь купить не хочет странно он только запчасти покупает наверное базар бы мог купить что ж сколько интересно нас за сколько похилят 10 нет не надо уже ничего не болит спасибо почти фуловые так что хилиться 10 монет я не буду почему бинтиком перемотаемся он дешевле стоит так нам нужно идти на юг где наш компас любимый на юг серьезно туда обратно что ли возвращаться так а ну-ка прочитаем как там написано южной железной дороги ну рельсы то туда не ведут правильно значит там заточен не туда на этом и вверх вернулись сюда хотя стоп поможет быть как-то не обращал внимания еще посмотрим может там проход дальше есть нет нет никакого прохода возвращаемся назад ну сейчас будем либо этот квест выполнять либо на лагерь который кстати я купил здесь на переезде тадам взбесить наконец-то да ну появился продажей купили почему бы и нет пойти нам сюда на юг так на юг я помню нужно дойти до перекрестка потом на запад повернуть темновато здесь страшновато заходить пока в ответ лени эти ну там где двери не буду сегодня будем именно квест выполнять станки краулера идем дальше пока еще перекрестка этого нету вот значит походу это он нам на запад идем походу мы нашли бандит но они не агрессивны значит тут в чем прикол такой вкратце да то есть мы можем убить их попытаться уломать что ну там будет бандит один остаться в конце он попытается заложить взрывчатку взрывать поезд нам ни в коем случае не надо чтобы взрывался по-любому придется ее обезвреживать это один вариант второй вариант мы просто сейчас поговорим узнаем вот они украли эти бандиты сдаем их по квесту сюда протектор отрывается всех в общем уничтожает ну и вроде как квест выполнен еще один такой второй вариант первый вариант это самим совсем разобраться и два исхода либо поезд взорвался тогда плохо если бы либо поезд обезвредили бомбу вроде как хорошо но и при первом по втором случае бандиты эти не совсем бандиты да то есть они называются свободные дроны себя называют и мы можем с ним присоединиться то есть это такая группировка своеобразно сопротивление они против ссг против протектората с одной стороны а мы вроде из ссг как бы не вышли да но протекторат то никому не нравится в общем есть возможность к ним присоединиться но для этого нам нужно будет заруинить квест который мы сейчас получили наверное заруинием почему нет руинить всегда прекрасно молодой человек с бледным лицом останавливает вас низким вас взмахом руки по которой руке взмахом руки по второй руке он сжимает пистолет остановись друг тебе не на что здесь смотреть вернись и уходи если не хочешь неприятностей я вижу у вас тут прекрасный пояс интересно откуда он взялся слушай друг я не знаю что тебе рассказывали но послушай внимательно что я тебе скажу семенами манипулирует протекторат и их марионетки тобой мной нашими семьями и друзьями всеми не глупи не лезь в это мы не твой истинный враг почему я должен тебе верить кто кто вообще такие а мы вольные шершни и мы боремся против гнета протектората вольные шерсть вольные шершни ну ладно шершни так шершни протекторат подземки это та самая организация что уничтожила биокорп поработила северную подземку совершила бесчисленные изверства и разжирела на трупах несогласных теперь здесь оно и мы не желаем их тут видеть и где бы то ни было еще кроме как воду мы будем с ними бороться потому что мы не кучка от рисунов убеждений у нас нету я пока его не вкачал да хотя наверное все-таки вкачаю обязательно такой уровень получу расскажите мне про вольных шершни а мы анархисты народ не злой так и хочется продолжить наше движение было основано в северной подземке противовес режиму который пытает и убивает и бросает в тюрьме тысяч человек каждый год это машина войны под непосредственным управлением генерала мелика теперь медленно наваливается своими гусеницами на нас южан не позволяя флагам объединенной станции дурить тебе голову собаки мелика пришли завоевывать порабощать у тебя у тебя нет причин верить мне и я знаю как может звучать то что я сказал как сложно может быть в это поверить для некоторых но именно это происходит брат это наш мир убеждения у нас как я говорил нету пропускаем этот вариант я сожалею но грустно там поезде принадлежит вам не принадлежит вам и мой долг вернуть законным младельцам я сделаю вид что здесь ничего не происходит продолжайте борьбу братья ну конечно же выберу продолжайте борьбу братья но это же очевидно просто интересно так и будет брат мы не дадим этим грязным крысам одержать вверх мы победим их пусть даже их же оружием оставай свободным давай пой революция все квестик можно сказать вы поняли интересно мы можем вообще походить степ как помни нет походить мы здесь не можем я понял там в прошлый раз я нападал здесь стоит снайпер или здесь или здесь в общем ребят то не такое коленом в общем немало немало теории с ней можно разобраться сколько у них здоровья кстати здоровье 330 тебя не бегай так быстро 330 да они такие же сильные тем более как обычно нам всегда помогли бы ловушечки наши любимые да где-то здесь заныкался в кармашке наставил ловушек выглянул пострелял все бы неплохо но я решил бороться бороться за идею сопротивления в деле идем в общем этот квест сдавать вернее как сдавать говорить что у нас ничего не получилось в дальнейшем это даст нам шанс присоединиться к свободным дронам а буду я это делать или нет это уже другой вопрос возможно квесты можно выполнить не присоединяясь к ним а может и присоединился не знаю я помечтал что когда экспедиция мол типа выйдет на вики было написано этот квест может получить дальнейшее прохождение ну в том плане что в экспедиции где-то этот квест может всплыть информация я не знаю в дальнейшем добавили они что-то с этими свободными шершнями или нет ну один квестик за время ничего страшного их столько делаем что минус один побудут без боеприпасов и оптички и все прочего ничего с ними не станет обратились бы в ССГ на нашу станцию они бы им помогли конечно же привет капитана еще раз ложь я перепробовал все но поиск просто невозможно найти я прекращаю поиски постойте погодите я думаю что у нас еще есть шанс может есть какие-нибудь следы которые могут указать нам правильное направление эрвей молкает просто смотрит на вас с разочарования вижу вы уже приняли решение я могу заставить вас сделать то что вы делать не хотите я сожалею что так получилось еще увидимся берегите себя о квест закрылся не люблю незавершенных дел да квест закрылся таким вот красивым красным цветом что ж больше квест наверное не даст ну-ка не-не мы про этих шершений говорить не будем все давай увидимся позже собственно говоря наверное на сегодня все значит следующий раз во-первых надо вернуться на станцию саутгейт доложиться а потом мы пойдем на лагерь хатор где-то тут должно быть написано про кольцо вот да лагерь хатор ну-то будет все потом покажем это все всем пока